Свистать их наверх, большие и маленькие любители крупных калибров, с вами сегодня в эфире Александр Петров, и в гостях у нас один из, пожалуй, самых лучших кораблей Гри Волду Фаршипс, ну, по крайней мере, из того, что можно приобрести за сталь, французский линкор 10 уровня Бургонь. Долгое время в моем личном списке лидировал Сталинград, но постоянные нерфы и обесценивание его со стороны компании Wargaming отодвинуло Сталик на второй план, и сейчас топ-1 все-таки, по-моему, это именно Бургонь. В этом видео мы с вами осмотрим технические характеристики корабля, посмотрим его плюсы, оценим, какие же у него есть минусы, ну, и обязательно выйдем на нем в бой, чтобы посмотреть его в реальном морском сражении. Ну, а если вы ждали этого обзора, то, пожалуйста, проставьте лайк под этим видео, также подпишитесь на наш канал и активируйте колокольчик, этим вы очень поможете развитию нашего полезного и интересного канала. Спасибо. Да, друзья, обучение в школе озвучание дает свои плоды, привычка, знаете ли, вторая натура. Да нет, конечно, будем сейчас обычным своим халтурным туристическим образом делать обзор, но, тем не менее, если вам понравилось, все-таки черканите в комментариях, будем работать в подобном стиле. Короче говоря, действительно, Сталик прилично нерфанули, то у него одно открутили, то другое, то противопожарку, то РЛС-ку, то еще что-то. И в итоге Бургонь, у которой, собственно, спасибо, но я не хочу с вами в отряд, у которой ничего за это время особо не менялось, выглядит очень даже реально годным аппаратом за Сталик. Да, есть и другие корабли, но, если честно, вот брать наиболее универсальный корабль хочется, в первую очередь, не хочется себе там какой-то супер узкопрофильный, хочется взять что-то такое, на что ты вот сел прямо и получаешь удовольствие после всех вот этих вот рангов, там, клановых боев. Здесь можно играть в любом практически режиме и получать от этого удовольствие. Ну, наверное, я немножко лукавлю, конечно, для какого-то более-менее соревновательного режима Бургонь не годится, она откровенно слаба и в плане артиллерии, для соревнований и в плане бронирования. Это ее, пожалуй, два главных минуса. В чем же они заключаются? Давайте сначала с минусов, потому что их действительно здесь не так много. Это 32 мм палубы и обшивки, что означает, все возможные снаряды фугасные залетают сюда и дают максимально возможный урон. Если у вас легкий крейсер с инерционкой, то это вообще, пиши, пропало, из вас будут доставать просто все, что могут. Это, конечно, очень неприятный момент. Что касается основного бронепояса, он здесь 350 мм и удар Бургонь, в принципе, кораблей 10 уровня, да и кораблей более низкого уровня держит, если, конечно, это не 457 мм. Это, пожалуй, да, это немножко минус. Вторым минусом является, ну, как минусом, не минусом, второй особенностью является артиллерия. Да, здесь у нас с вами 380 мм, что, конечно же, на 10 уровне, ну, не сказать, что прямо очень много. Для тех, кто посмотрит на этом француза и скажет, да блин, разрабы, вы что, вы же сделали просто второй Эльзас, только запихнули его на 10 уровень. Ну, на самом деле, корабли немного отличаются, и, в первую очередь, они отличаются именно в артиллерийской части, потому что здесь у нас, как видите, перезарядка 24,6, а на Эльзасе перезарядочка 28,2. Плюс к тому, у Бургони есть такой замечательный расходник, как быстрая перезарядка орудий, что, конечно же, очень годная и полезная штука. Главная ошибка игроков, которые играют на французских линкорах, это рассматривать их именно как линкор. Да, вроде как бы и броня у вас есть, да, вроде как бы и потанковать можно, и стреляют далеко. О, кстати, это тоже основное отличие одной от Эльзаса, но очень важная дальность стрельбы 24,8, у Эльзаса там около 20. И получается, что вроде как бы хочется играть, как на линкоре, но на самом деле вам нужно понять, что французские линкоры, начиная с 8 уровня, это, по сути, большие или линейные крейсеры. То есть корабль, который обладает хорошей внушительной динамикой, но в нашем случае не очень крупным калибром, зато более или менее скорострельными орудиями. Вот если посмотреть, здесь 24,6 плюс быстрая перезарядка, ну а на том же Сталинграде там порядка 20 секунд, может чуть меньше. То есть, ну и калибр 305, хотя, конечно, на Сталике орудия очень жесткие. Очень важным плюсом является то, что при наличии хороших скорострельных, ну насколько это возможно, конечно, орудий, вы всегда можете переключиться на фугасы и наносить урон по целям, которые пытаются вас танковать. Именно с фугасов не стоит здесь стесняться делать это на Бургоне, Бургонь делает это отлично. Просто заряжайте фугасы и начинаете дамагать, и у вас хорошее пробитие. Естественно, 63 миллиметра пробиваются любые палубы и все, что выше. Ну и совершенно спокойно наносите урон от пожаров, в общем. Но действительно пытаться перестрелять на ББшках какой-то корабль, особенно на большом расстоянии, там с Ямато перестрелиться, это будет абсолютно большой глупостью. У вас в преимуществах скорострельность, у вас в преимуществах наличие фугасов и также великолепная динамика, чем нужно пользоваться. Что касается живучести, да, это фактически линкор 9 уровня, 74 700 единиц. И стоит об этом помнить, потому что Бургонь это не какой-то там танкующий линкор. Как видите, у Эльзаса, в общем-то, с такое же количество хитпоинтов. Вы действительно больше напоминаете большой крейсер, скажем, у того же Кронштадта, по-моему, если я не ошибаюсь, вообще похожее количество хитов. Ну, по крайней мере, примерно. Давайте, чтобы сильно так не соврать, мы сейчас с вами тыкнем. И Кронштадт у нас это, кстати, как вы понимаете, девятка, да, 71 000 с маленьким хвостиком. То есть получается, что ваш корабль именно стоит рассматривать с точки зрения большого крейсера. Хотя, конечно, у него и иконка линкора нарисована. По поводу артиллерии у вас, кстати, может иногда возникнуть желание установить здесь противоминный калибр, усилить ваш. И действительно, вы сможете получить здесь 12,5 километров дальности вашего противоминного калибра. Но запомните, что практически любой линкор, кроме немецких, в плане ПМК, это просто дорогой фейерверк, который вам абсолютно не нужен. Потому что, да, вы хорошо стреляете, но вы не попадаете. И у вас, не сказать, что прям такая возможность наносить большой урон именно с противоминке. Именно потому что есть проблема с попаданием А. А во-вторых, корабль не годится для игры в ближнем бою. Поверьте мне, вы можете поставить здесь инерционку. Вы можете несколько боев скатать с инерционкой. Да, она будет что-то там наносить. Но в итоге вы поймете, что вам это не нужно. И билд поменяете на абсолютно другой. Дальше рассмотрим наши остальные характеристики. Что касается ПВО, все неплохо, дело обстоит. Плюс у французов, как мне говорят авиководы, не пробивается цитадель при помощи бомбардировщиков с бронебойными бомбами. Что, конечно, является дополнительным плюсом. Ну, а также ваша хорошая динамика иногда позволяет уходить от торпед, неаккуратно выпущенных авиководом. Что тоже, в общем, вполне себе недурно. Помимо всего прочего, что, собственно, про скорость. С 33,6 узла. Здесь очень рекомендую вам устанавливать вот этот вот флажок обязательно на скорость. Ну, и можно брать всякие перки на живучесть. Чего-то другого здесь особо брать нет смысла. Вот дальность ПМК у меня стоит. Но это скорее по привычке. И да, не брезгуйте флагом на таран. На таких динамичных кораблях, как французский линкор, он очень даже может иногда вам пригодиться. Что касается маскировки, она тоже тут неплохая. 13,2 километра, если мы полностью затачиваем наш корабль в маскировку. Здесь у меня стандартный французский билд. Вместо наводчика я беру здесь расторопного. Что помогает увеличить еще скорость хода, пока вы находитесь в инвизе. Ну, а что касается модернизации нашего с вами корабля. То обязательно поставьте угольную модерку на форсаж. Что даст вам еще больше возможности к маневрированию, к движению. И вы будете менее уязвимы здесь. Вот обязательно рассмотрите эту модерку. Также я беру здесь модернизацию на рулевые машины. Мне важнее, чтобы корабль был бонли-маневренным. И поскольку я играю схемы именно как от большого тяжелого крейсера. Не от линкора. Здесь рули очень даже вам пригодятся. Ну, что ж, отправляемся в бой. Посмотрим, как ведет себя Бургонь в реальном бою. Сейчас мы с вами подумаем, как же мы себя будем реализовывать. Важно, конечно, понимать, против кого мы попадем. Чтобы заранее выбирать направление движения и цели. Ну, здесь более-менее удачно нас забрасывает. Не очень много эсминцев. Есть подводные лодки. Есть несколько линкоров. Есть Тандер, есть Шикишима. Не особо приятные, конечно, граждане. Но, с другой стороны, сказать, что это уж прям такая боль, не сказал бы. Что касается подлодок. Я достаточно скептически отношусь к этому виду вооружения. Все знаете. Пока что как-то подлодчикам не удается меня утопить. Но, возможно, в этом бою это будет первый бой, в котором Турямбыча затопит подлодка. Смотрите внимательно, как говорится. И не переключайтесь. Здесь, правда, бой у нас сейчас происходит вживую. Поэтому неизвестно, чем именно закончится это столкновение. Но, вместе с этим, конечно же, это дает нам дополнительный интерес и интригу. Мы заряжаем фугасные снаряды первыми. Почему? Потому что, в принципе, шансов того, что вы сможете реализовать ББшки на таком вот большом расстоянии, не так много. Дело не в том, что попасть сложно или еще что-то. У Бургони не очень большой калибр. Как мы с вами помним, это 380 мм. И достаточно настильная траектория. То есть снаряды будут приходить не со стороны палубы, а все-таки со стороны борта. Ну и, соответственно, вот в отличие от тех же американцев, которые кидают через Луну свои снаряды, они пролетают через палубу и имеют более высокий шанс пробития, потому что палуба меньше забронирована. Ну а здесь из-за вот такой вот настильной траектории все-таки снаряды чаще приходят именно со стороны борта или в ромб. И поэтому на дальних расстояниях иногда все-таки сложнее выбивается цитадель. Хотя это тоже возможная история. И вот если вы вспомните, когда только вводили французские линкоры, немцы очень сильно страдали от залпов французов. И на расстоянии 20 км, там 16 км французы частенько доставали цитадели из немецких линкоров. Но потом, как вы понимаете, разработчики что-то там куда-то закрутили, и на этом, как говорится, все. А сейчас, кстати, был хороший вариант зарядить бронебойные снаряды по Москве. Ну, как говорится, знаете, тут ты ж не знаешь, как дело обернется. Хотя, ну нет, может быть, ББшкой мы могли бы немножко здесь попасть и какой-то урон нанести. В ответ нам стреляет Шокешима. Ну, конечно, вероятность того, что она попадет, не очень большая. Ну, и к тому же, баллистика у Шокешимы, честно говоря, такое себе. Мы с вами включаем форсаж и собираемся немножко пострелять по Шокешиме. Но форсаж мы включаем в плане торможения, а не в плане разгона. Мы сейчас будем тормозиться и пытаться немножко настрелять по этому самому кораблю фугасами. Ну, не хочет у нас пока что ловить Шокешима, но мы можем кидать и по прошлому засвету, как говорится. Да, даем мы здесь попадание. Ну, и в это уже, к сожалению, мы не попадаем. Ну, ничего страшного. А пока еще немножко можем пострелять по Москве. Ну, и, как видите, за счет хорошей динамики мы имеем возможность маневрировать на коротке. Сильно там не рискуя, мы можем ускоряться, замедляться. И это, конечно, безусловно, плюсом для нас является. Мне очень хочется поджечь Шокешиму еще раз, потому что она делает ту же самую ошибку, которую делает себе Шокешима. Начинает замирать на месте. Это, конечно, совершенно дурацкое, на мой вкус, занятие. Я не знаю, почему Аркан не хочет забрать Оланда. Мог бы он это сделать, на мой вкус, но не планирует он этого делать. К сожалению, не попадаю я в Шокешиму. И сейчас уже, в принципе, не такой большой шанс на нанесение длительного пожара у меня. Но мы все равно еще дадим один залпик в ту сторону. Но в надежде, может быть, все-таки получится у меня это сделать и дать ему немножко, как говорится, прикурить. Что касается Оланда. Он же Оланд и, наверное, Эланд. Пока что непонятно, как именно он там планирует находиться. Но у меня пока все равно заряжены фугасы, потому что мы сейчас пока с вами стреляем в сторону Шокешимы. Нам это более интересно. И Оланд, да, он немножко неудачно сейчас застрял здесь. И надеюсь, что у нас получится, ну, так или иначе, его здесь развлечь. Не получается у меня поджечь Шокешиму. Это, знаете, фирменная история, когда у тебя с первого раза все хорошо заходит, а потом начинаются проблемы с поджогами. Увы. Ну, надеюсь, что все-таки как-то мы этот вопрос решим. А у меня сейчас, собственно, работает быстрая перезарядка. Ну, я думаю, что Ямато, наверное, должен забирать все-таки нашего героя Оланда. Ну, или же нет. Давайте поможем немножко парню. Все-таки чуть-чуть. А то как-то, знаете, жалко. Жалко Ямато. Жалко Ямато. Мы сейчас с вами будем перезаряжать уже на бронебойные снаряды. И сейчас попытаемся немножко дать по Каролине, которая находится за островом. У нас полный форсаж сейчас. Мы преследуем противника с этой стороны. Есть ли попадание? Да, есть попадание. Кстати, с пожаром по Каролине. Но, опять же, у нас что-то как-то пожары весьма эпизодически возникают. Нет, вроде есть. Вроде есть пожар. Вроде он идет. Вот в такой вот позиции мы имеем возможность сделать хороший урон по вражескому Даргроссу. Как видите, наша скорость, наша динамика позволяет, в общем, творить практически чудеса. Мы идем очень быстро. Как я уже говорил, корабль действительно напоминает большой крейсер. Здесь и за счет этого мы имеем хорошую динамику. О, вот мы, кстати, увеличили вероятность поджога снарядами главного калибра. Правда, единственное, что это, конечно, на линкоре особо не интересно. Потому что, сами понимаете, там шанс поджога особо не имеет значения. Но мне очень интересно, что же все-таки про Шокишиму. Не особо комфортно она, конечно, здесь находится. Наверное, пока что я не буду ее преследовать. Потому что слишком много кораблей противника там. И мне не хочется попадать под фокус всех этих граждан, которые могут по мне сейчас больно откидаться. Я лучше дам немножко в сторону Магами. И буду отворачивать здесь. Все-таки здесь мы захватили точку. Дальше давить смысла пока никакого особо нет. Шокишима отходит. И мы с вами воспользуемся этим моментом. В принципе, не сказать, что на корме, конечно, очень хорошая броня у Шокишимы. Но пока она идет кормой, наверное, мы еще не будем в нее особо давать урон. Можем немножко дать урона по вражескому гробику. Обойдем остров слева. Благо, что дальность стрельбы нам позволяет работать на очень больших расстояниях. И комфортная баллистика тоже, собственно, этому абсолютно благоволит. С той стороны идет сейчас наплыв вражеских граждан. Но мы пока что не планируем идти туда. Я думаю, что мы сейчас можем дать неплохой залп в сторону Москвы. Здесь еще очень баллистика действительно напоминает крейсерскую, не линкорную в плане полета. Но, наверное, на Москву, я уже думаю, я не очень хорошо взял. Надо было все-таки брать поменьше, действительно. Хотя мы и даем здесь одно пробитие. Шокешима получает больно, видимо. Я не очень пойму, от кого. Она прямо находится под таким вот приличным фокусом. И много уже хитов потеряла. Ну, попробуем сейчас немножко взять побольше по Москве. Возможно, нам это поможет. Ой, зачем же я хилку поражал? Ну, с другой стороны, в принципе, наверное, ничего страшного. Но, поскольку... Хотя еще, может быть, хилки нам и пригодятся. Я так думаю. Хорошее попадание. 47 тысяч. 5 цитаделей. Как видите, баллистика позволяет делать вот такие вот вещи. Поставьте лайк, подпишитесь на канал, как говорится. Спасибо. Нет, не так. Поставьте лайк, подпишитесь на канал. Хороший, красивый залп. Мне понравился. Это мне, знаете, напоминает, как мы со Славой лупили по Ямата. Это прям история, вошедшая просто притча во языцах, как говорится. Попробуем сейчас дать по Шакишиме. Она немножко в маневре. Может быть, удастся ей даже... Ну, нет. Стадель, наверное, вряд ли удастся ей пробить. Но вот дать какую-то домашку какую-то мы можем. Итак, противник теряет сейчас два линкора. Но, с другой стороны, тоже, в принципе, не очень все происходит. Я бы сказал, скорее всего, гроб уже никуда не денется. А вот Шакишиму надо все-таки успеть немножко как-то поддамагать. Потому что она уходит. И надо ее постараться все-таки забрать. Я думаю, что гробик здесь не очень нам интересен. Он все-таки на ближнем расстоянии, 14 километров. Реально убраться ему особо некуда. Вот Шакишима нам не дается пока что. И планирует она сейчас по мне отвечать, судя по всему. А мы тем временем, кстати, проиграем, не поверите. Хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе-хе. Как же это получилось. Чуть-чуть довернем сейчас. Дадим по гробу. Ну и пробивает меня в кормовую куда-то часть Шакишима. Да, она может себе это позволить. Потому что у нее действительно артиллерия просто сумасшедшая в этом плане. Мы можем сейчас, конечно, дать по Шакишиме еще немножко урона. Нам надо ее забирать. Мы просто должны будем ее уничтожить. Я, к сожалению, ничем не смогу помочь здесь в нашей подлодке. Абсолютно, увы. Ну и надо потихоньку доедать Шакишиму. Ничего не поделаешь. Здесь придется это делать. Тем более гроб, я так понимаю, покушает сейчас торпед. И, видимо, отправится на дно. Ну вот, однако, неустрашимая. Все-таки является для меня весьма неприятной помехой. Однако, я надеюсь, что все-таки наши союзники потом смогут его посвятить. Возможно. Да, это минус. Все нормально. В принципе, мне сейчас нужно повернуть направо. И действовать уже от этой истории. Действовать уже от этой истории. У меня нет совершенно никакого смысла давить неустрашимого. Тем более, неустрашимый. А, ну неустрашимый. Подождите. Он уходит. Поэтому, в принципе, мы можем себе позволить немножко поиграть здесь на расстоянии. Каролина там еще чуть-чуть должна пожить. Я так надеюсь. И мы с вами сейчас попробуем пострелять по вражеским кораблям. О, дистанция, конечно, приличная. Будет сложновато прям давать хороший уверенный урон. Аркан берет точку. Там еще и тандер. У меня осталась последняя быстрая перезарядка. Честно говоря, я, наверное, бы ее немножко сейчас поприжал. Потому что, может, она мне здесь пригодится. Каролина падает. Аркан сейчас будет забирать точку. Нам надо убивать. Нам надо убивать прям. Конкретно убивать граждан. Мне нужно убивать людей. Да, мы попробуем сейчас попасть по Дрейку. Он не особо быстрый корабль. Но, конечно, очень не хочется встречаться именно с неустрашимым. Потому что у него все-таки торпеда. И это достаточно такая непредсказуемая история. Вот все говорит мне на самом деле, что надо разворачиваться. Вот прям вот стопудово надо разворачиваться. И это будет давать мне максимальный, как говорится, профит. Потому что упарываться на неустрашимого, это будет ошибкой сейчас на линкоре. Абсолютно не удается мне дать хорошую дамагу по тандеру. К сожалению. Но, в принципе, возможно, за счет маневра у меня получится все-таки неустрашимого здесь как-то законтролить. Не знаю, хочется на это надеяться попробовать. Ладно, мы юзаем быструю перезарядку. И попробуем сейчас все-таки сделать еще какой-то... Нет, отворачивает. Отворачивает, к сожалению, вражеский линкор. Но, может быть, попробуем дать по Гинденбургу тогда в этом случае. Все-таки, может быть, получится у меня это сделать. Я думаю, что мы сейчас будем юзать следующую хилку. Не сильно стесняясь. И даем еще залп в сторону Гинденбурга. Возможно, у меня получится с этим что-то сделать. Аркан обнаруживает вражеского неустрашимого. Вот он, 9,8 километров. Ну что, брат, давай. Попытаюсь тебе сейчас здесь помочь. А неустрашимый, похоже, АФК. А ну-ка. Мне не хочется, честно говоря, как-то проверять. Но очень надеюсь, что все-таки он на АФК. Это, кстати, очень сильно поможет нашему делу. Да, похоже, что он авкает. И это, конечно, здорово. Но тогда все немножко меняется здесь. В наличии у нас эсминец целый. Итак, друзья, волнительно, согласитесь. Немножко волнительно все происходит. Наша задача сейчас избавиться от кораблей противника, которые здесь есть. У нашей лодки, к сожалению, не выходит дать хороший урон в ту сторону. Но, может быть, удастся дать его в сторону Гинденбурга. Вроде красиво идут снаряды. Торпеды, я имею в виду, конечно же, нет. Нет, уклоняется он. Уклоняется он от торпед. Сразу два пожара выдает нам вражеский дрейк. Мы очень неудачно здесь сейчас проходим. Но мне нужно дождаться. Это, к сожалению, не пробьется у меня здесь в такой позиции Гинденбург. Но мне нужно дождаться момента и попытаться сейчас отвернуть туда вот, налево, в тот вот самый проходик. Получится ли у меня это сделать? Я надеюсь, что да. Немножко притормозим. Дадим еще один небольшой залп. Надо отходить. Просто они меня выжгут моментально. Эти два гражданина. У меня не получается дать пробитие, к сожалению. Ну и надо бежать, 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 бежать. Покуда наши снаряды работают по вражескому кораблю. Ой, как неудачно. Мы сейчас можем поймать торпеду. Нет, вроде проносят меня в этом плане. Проносят в хорошем смысле. Надо бы, конечно, добрать Гинденбург. Чего уж тут говорить. Ну и хочется тоже и по Дрейку дать. Но, к сожалению, конечно, в такой позиции очень плотно чувствуют себя корабли противника. Можно попробовать дать еще немножко. Так, даем. И сейчас, наверное, будем юзать мы. Будем мы юзать хил, ремку. Да, нет смысла нам сейчас дальше гореть. Но мы тем временем теряем еще возможность захватить, получается, сбить захват точки. Там есть вражеская подводная лодка еще в наличии. Мы разворачиваемся и будем сейчас выходить обратно, потому что у меня уже не так много времени, в принципе, для того, чтобы что-либо сделать в этом бою. Поэтому нам нужно просто выйти и... Просто выйти и дать урон. Вот такой вот план у нас. Какой план у Дрейка? Пока непонятно. Так, есть у нас тандеры с носа. Очень неприятные. Но они, к счастью, стреляют фугасами, поэтому, в принципе, мне это не особо страшно. Ага, вот и вражеская подлодка. Но, мне кажется, слишком близкое расстояние для того, чтобы ее торпеды дали какой-то очень сильный эффект. Да. Но, тем не менее. Дрейк сейчас ушел за остров от меня. Мы продолжаем пытаться забросить какой-то урон. Ну и одновременно с этим пытаемся не наловить все возможные торпеды, которые здесь можно наловить. Мне кажется, мы должны все-таки как-то от этого уклониться, от этого момента. Остается все меньше и меньше времени для того, чтобы уничтожить противника. Может быть, сейчас мы все-таки успеем дать залп по Дрейку. Мне все-таки хочется сделать минус здесь, небольшой. Но, из подозрений, что мне не удастся этого сделать. Хотя, да, не получается у меня дать все-таки минус. И поэтому, к сожалению, Кракен от меня убегает в этом бою. Но, друзья, мне кажется, мы более чем достойно провели этот бой. Давайте подведем его итоги. 256 тысяч урона, 7 цитаделей, несколько совершенно шикарнейших забросов. Мне понравилось, друзья. Корабль сыграл отлично. Мы занимаем второе место среди 24 человек. Что, в общем, конечно, является вполне себе полезной историей. Бронебойными снарядами 204 урона, 29 фугасами, 15 тысяч пожарами. Ну, и даже, наверное, немножко по фармам в этом бою. 610 тысяч серебра мы получаем. Таким образом, пожалуй, смог бы я получить такой же кайф, играя на Сталинграде. Я думаю, что в настоящее время, наверное, нет. Что думаете вы? Пишите, пожалуйста, в комментариях. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. С вами Турямович. До новых встреч. Пока-пока.